Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». А в гостях у нас Владислав Деев, военный комиссар Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем с законодательных изменений, которые произошли. Их несколько, кого в первую очередь они коснулись? Начнем с того, что они только готовятся к изменению законодательные. В настоящее время мы пользуемся и руководством с законом о воинской обязанности военной службы. Это наш основной документ, на основании которого ведется вся работа по организации проведения призыва граждан на военную службу. В предложениях, которые поданы в Государственную Думу, говорится о том, что ребята могут сами выбирать срок службы, либо один год по призыву отслужить, либо два года по контракту. Сокращается срок службы по контракту до вступления в военную ипотеку. Был 6 лет, сейчас становится 5 лет. Предлагается такое. Поэтому все будет зависеть от того, как Государственная Дума оперативно или в полном объеме примет вот эти предложения. Тогда мы будем уже говорить об этих изменениях. Вот все, что вы перечислили, изменения, они, скажем так, ну, простите, за сленг все-таки замануха в армию. Это действительно так? Или все-таки такое количество уклонистов, что хочется как-то их привлечь чем-нибудь? Все-таки это только плюсы. То, что вы назвали, только плюсы. Ну, будем так говорить, отлов или, ну да, отлов в кавычках, конечно, но борьба с этим явлением идет по всем фронтам, а идет очень активно, не прекращается ни на день. Дело не в том, что замануха, дело в том, что, как уже говорил президент Российской Федерации и министр обороны, территория Российской Федерации настолько больша, что полностью профессиональную армию нет смысла содержать на этой территории. Должна быть какая-то мобилизационная составляющая. Мобилизационная составляющая, это значит, мы должны готовить резерв мобилизационный, да? А резерв мобилизационный готовится каким образом? Чисто военной подготовкой. Задача подготовки к военнослужбе до призыва, в ходе призыва и после призыва, она сейчас становится более актуальной, чем раньше. До призыва занимается подготовка к военнослужбе учебное заведение, и среднего образования, и начального профессионального образования. У нас в Рязанской области очень широкая сеть, очень достойно представлено учебно-образовательное учреждение ДОСАВ России, которое готовит уже непосредственно по военноучетным специальностям ребят наших. У нас очень хорошо действовать начал центр до призывной подготовки, чтобы они шли в армию, уже имели представление, что их там ждет, и имели хотя бы начальные навыки в военноучетных специальностях. Призыв, он очень важен в масштабе государства для вооруженных сил. И здесь мы уже применяем все возможные методы и способы, чтобы ребята, уходя в составе команд в армию, не боялись этой службы. Для этой цели мы проводим и день призывника. Есть у вас какой-то элемент беседы, вам задают вопросы, Что первое, что их интересует, о чем мама спрашивает? Мама спрашивает... Все ли есть? Сыты и тепло. Да, но как обычно мама волнуется. Мы это проводим на базе нашего 137-го прошлом десантного полка, где очень хорошо представлено и размещение военнослужащих, и питание военнослужащих, и занятия по боеподготовке. Сейчас тенденция такая есть, что ребята сами хотят выбрать себе место службы, но, к сожалению, не у всех это получается, потому что каждая воинская часть, каждое подразделение, где проходит служба наши ребят, требует определенного количества, я так понимаю, какого-то. Количество само собой, определенные критерии отбора есть в каждой части подразделения. Самое главное критерие отбора – это состояние здоровья. В армии нужны ребят здоровые. Если парень хочет служить в частях ВДВ, а по состоянию здоровья он не может проходить там службу, естественно, мы его туда отправить не имеем права. Уклониться нехорошее слово, не нравится оно мне. Законные способы не пойти в армию, то есть в состоянии здоровья. Законных способов, опять-таки, на основании закона 53 ФЗ, вот о чем я начал говорить, о воинской обязанности военнослужбы, их там достаточно много, но основное – это состояние здоровья и учебы, скажем так. Если человек болен, он в армию не пойдет. Если он обучается, учится, то государство дает возможность ему закончить обучение. Ну, там есть свои нюансы в каждом этапе обучения, да, но, однако же, все эти нюансы рассматриваются на признанных комиссиях и принимаются решения. А вот, кстати, сейчас мы как раз и ведем изучение ребят наших с целью определить, у кого есть законное право на отсрочку, кто это право лишился, кто не имеет этого права. То есть мониторинг такой ежегодно? Да, ежегодно, постоянно мы его проводим. Если у ребят что-то со здоровьем не так, и сейчас есть время провести обследование состояния здоровья и, так сказать, принять предварительное решение о состоянии здоровья, может быть, даже его улучшить. Качественный момент. Я смотрю на современных подростков, и во многих, честное слово, будущих мужчин пока не видно. То есть и форма одежды, и поведение, и вот все вот эти обвешаны наушниками. Хочу спросить у вас, в силу должности вашей, как вы оцениваете будущее поколение защитников? Нормально я оцениваю будущее поколение защитников. Все дело в том, что, да, подготовка сейчас к службе чуть-чуть страдает, потому что система допризывной подготовки была разрушена, об этом говорят все. Мы пытаемся ее сейчас воссоздать, восстановить, но опять-то восстановить в том объеме, в котором она была. Тут согласно времени надо. Да, 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 не будет правильно. Надо все-таки как-то исходить из тех реалий, которые у нас сейчас существуют. То, что, ребята, внешний вид кому-то не нравится. Я скажу так, что службу проходят у многих достойно, и у нас связью с войсковыми частями ведет комитет солдатских матерей, и пишут запросы, получают ответы, и ездят наши матери туда, в войсковые части. Я из всех ответов, наверное, может быть, одно, вот за долгое-долгое время, наверное, лет за 10, видел отрицательный отзыв, где командир прям настоятельно просил чуть ли не посадить в тюрьму этого безобразника. А так великолепные отзывы, и с Дальнего Востока на ребят приходят ответы, и с частей западного военного округа. То есть, какой бы там вид у них не был, но ребят служат достойно. Сейчас у нас время эфира все-таки заканчивается. Сейчас очень коротко. Все-таки есть альтернатива. Служба и служба по контракту. Плюсы для контрактников, чтобы кто-то, посмотрев эфир, оценил свои шансы и свое желание. Нужно ли это им? Служба по контракту – та же самая работа. Если человек идет служить по контракту, он должен понять, что это работа, которая достойно оплачивается, достойно обеспечивается, и имеет много-много привилегий. Если, естественно, стаж, эта работа будет большой. Если человек пришел служить по контракту временщиком, то есть посмотреть, понравится, не понравится, ну, что я могу сказать, он теряет очень много. Есть что, жилье какое-то? Перспектива быть, во-первых, профессионалом в своем деле. Ну, это уже дальние перспективы, скажем так. Это и жилье для военнослужащего, это и обеспечение, различные виды обеспечения не только для него, но и для членов его семьи. У нас же все-таки закон о статусе военнослужащего действует, и все офицеры, все контрактники, они являются военнослужащими по контракту. Поэтому тут надо просто, ну да, конечно, понимать, надо людям рассказывать. Мы пытаемся рассказать людям. К нам стало приходить больше молодых людей, желающих пройти службу по контракту, после службы по призыву. Сначала была тенденция такая, а мы отслужили, мы все знаем, ну да, больше не пойдем, но однако же не все могут устроиться здесь на гражданке. Возвращаются, говорят, мы хотим идти служить, потому что понимают, что там стабильность, там уверенность в себе, там уверенность и всей семьи. Да, сейчас тяжело в некоторых частях подразделения, где нет служебного жилья, еще нету мы, но Министерство обороны строит служебные квартиры мы. И контрактники во многих частях уже живут не в казарменном фонде, да, переделанном под общежитие, а именно в своих служебных квартирах. Это тоже большой плюс, когда в городке есть и жилье, есть и работа для жены, и есть детские сады и школы, и это очень большой плюс для молодых семей, даже для семей, имеющих большой опыт в совместной жизни. Вот, потому что здесь у нас, Рязань, ну как бы мы там не старались, ну не всем хватает места в детских, дошкольных учреждениях, да, и как-то в хорошей школе тоже, ну, смотря какие, конечно, хорошие. Кто-то хочет попасть в гимназию, а там мест нет, да. Не будем, а грустные перспективы мы с вами нарисовали. Хочу поздравить вас с прошедшим праздником, Днем Завчинникова Отечества. Спасибо. Спасибо, что заглянули к нам. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова